Здравствуйте! В эфире «Углегорские новости» в студии Ольга Гладкова. В Углегорский район доставили еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции. Привился от ковида и мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук. Накануне он записался на прием и прошел осмотр у врача. То же самое могут сделать и все остальные жители Углегорского района. По официальной информации, 300 человек уже поставили прививку. Тему продолжит Дарья Кораблева. На приеме у терапевта мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук. Проверка давления, температуры и анкетирования на общее самочувствие. Процедура занимает 10 минут, но обязательно перед прививкой от ковида. Уважаемые граждане, я считаю, что воспользуйтесь такой возможностью, получите прививку, будете здоровы. Вакцинация доступна всем жителям Углегорского района от 18 лет и старше. Приоритет – люди от 50 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Сергей Герасимов как раз из такой группы. Во-первых, возраст, группа риска. Во-вторых, работаю я в ЖКХ, постоянный контакт с большим количеством людей. То есть надо подстраховаться. Подстраховаться действительно надо. По официальным данным от ковида умер третий житель Углегорского района. В этом году у нас уже вновь выявлено 76 пациентов. На сегодняшний день у нас наблюдается с коронавирусной инфекцией именно пациентов 55. На самоизоляции – это 129 на сегодняшний день. В декабре 2020-го в Углегорский район доставили первую партию вакцины. Тогда получить ее могли медики, учителя и социальные работники. Врач-психиатр-нарколог Александр Сергеев первый в Углегорском районе привился от коронавирусной инфекции. Я понимаю, как медицинский работник, что это основной метод для борьбы с коронавирусной инфекцией. То есть нам нужно создать в обществе как можно больше людей с иммунитетом от этой инфекции. Сейчас вакцина доступна всем. Записаться можно через портал госуслуги, регистратуры своих поликлиник или напрямую в фельдшерском пункте. Жителям Углегорска можно позвонить по телефону 43-244, а Шахтерска – 31-722. Дарья Кораблева, Евгений Мельхов. Углегорские новости. Буквально только что закончилась прямая линия по вопросам вакцины от COVID-19. Свои вопросы жители Углегорского района задавали директору отдела клинических исследований Международного центра Хадаса Игорю Утяшеву. Он возглавляет клинические исследования вакцины «Спутник Ви». На онлайн-встрече был и мэр Сергей Дорощук. Прошло более суток с момента, как ему поставили вакцину. Чувствует себя хорошо и работает в обычном режиме. Запись разговора доступна по QR-коду, который вы видите на своих экранах. Кроме того, в новом выпуске газеты и на сайте Углегорских новостей можно будет прочитать о том, как прошла онлайн-встреча и какие вопросы задавали жители Углегорского района. Кадровые перестановки в администрацию Углегорского городского округа. Пост начальника управления образования покидает Ольга Астахова. Причина – переезд в другой регион. Временно исполнять обязанности будет Елена Томонова. Ранее она занимала должность ведущего консультанта управления образования. Православные отметили один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В этом году медики и священнослужители рекомендовали воздержаться от традиционных купаний в проруби. И все же морозы и пандемия многих не испугали. Как и пристальное внимание общественности к месту проведения крещенских купаний. Тему продолжит Юлиан Александрова. Желающих окунуться в крещенскую воду много. И взрослые, и дети. Температура воздуха примерно минус 20 градусов. Температура воды – она невероятно холодная. Поэтому здесь сегодня точно самые смелые и самые закаленные жители Углегорского района. Самых смелых ждали на реке Надеждинки. За несколько часов до одного из главных православных праздников место проведения крещенских купаний изменили. Ранее прорубь готовили на озере Черном. Но не всех жителей это устроило. Вернуться на старое место решено было после официального запрета распотребнадзора. Несмотря на то, что лабораторные исследования воды на озере показывают чистоту, мы не можем принять даже небольшой риск, когда речь идет о здоровье людей. Решено вернуться в село Надеждино. Служба в храме Владимирской иконы Божией Матери прошла по всем канонам. Утром отец Евгения светил купель, и уже днем все желающие смогли окунуться. Такой личный подвиг, по мнению представителей церкви, грехов не смывает. Я еще раз подчеркиваю, купание в проруби – это благочестивый обычай из любви к Богу. А грехи прощаются именно в таинстве покаяния. Это подвиг ради Бога, но не таинство прощения грехов. Александра Голуненко три года хотела окунуться в ледяную воду на крещение. То не успевала приехать, то мешала работа. В этом году получилось. Вообще классно. Передай. Мне очень понравилось. Я бы, наверное, еще просто пошла, сейчас и искупалась. Палатки для обогрева и горячий чай тоже успели организовать. Но, кажется, тем, кто окунался в ледяную воду, это было совсем не нужно. Первый раз вообще хорошо. Замечательно. Вам холодно? Мне, да нормально. Ты окунаешься, а наоборот согреваешься. Сейчас кровь начинает уже работать. Скорее, прилив адреналина я испытывал, когда окунался. Ежегодно все желающие окунаются в ледяную воду. Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами и сохраняет их весь год. Юлиана Александрова, Екатерина Петрова, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Управляющие компании в Углегорском районе ежедневно чистят кровли от снега. И дорожники о своих обязанностях не забывают. Из-за обилия снега работают днем и ночью. Расчищают проезжие части и тротуары. Для этого используется 27 единиц спецтехники. Особенно остро стоит вопрос о расчистке дворов. Директор МКП ЖКХ Максим Фить встретился с жителями дома номер 9 на улице Пионерской и дома номер 6 на Красноармейской в Углегорске. Жалобы объективны. Завалы снега возле подъездов. Нам нужно один день хотя бы, для того, чтобы мы могли сделать следующее. Мы могли сделать бюллетни голосования, бюллетни по квартирам с вашей помощью. Вы скажете, да, нет на этот вопрос, да, нет. И мы тогда сделаем протокол. Проблема в том, что не чистят дворы. Вот в этом проблема. Позавчера вот со второго этажа Валентина Ивановна топором сама очищала ступеньки при домовой территории. В настоящее время управляющие компании произвели расчеты потребности денежных средств, которые пойдут на расчистку дворов. Эти данные направлены в Министерство ЖКХ. Мы надеемся, что в скором времени управляющие компании получат субсидию на возмещение тех расходов, которые они понесут. С понедельника мы планируем зайти на расчистку дворов после того, как муниципальное предприятие благоустройства закончит расчистку муниципальных дорог и проездов. Работы у дорожников скоро может стать еще больше. По информации Гидромедцентра России, на Сахалин движется очередной циклон. Предварительно где-то 25-26 числа выйдет очередной циклон с запада, с континента. Он как раз заденет всю часть Сахалина, и там уже будем с этим циклоном ожидать плохую погоду со снегопадами. По вопросам рекламы объявлений бегущей строки обращайтесь к нашим специалистам. Телефон 8-924-283-04-47. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, скоро вернемся. Яркие, стильные, модные и, конечно, классические. Все это об ассортименте шуб с выставки «Меховые традиции», где вы сможете выбрать красивую, современную и, самое главное, теплую шубу, которая будет радовать вас долгие годы. В этом году очень хорошо покупают вот именно молодежные изделия из норки, которые у нас представлены. Также изделия из шерсти натуральной. У нас можно приобрести за наличный, безналичный расчет. На модели прошлых сезонов можно получить скидку до 50%, а при покупке шубы – пуховик в подарок. Каждое меховое изделие имеет сертификат и гарантию качества. На этой выставке мне понравилось, что женщина любого возраста сможет найти для себя подходящую модель. Очень много шуб и курток для молодежи и очень большой размерный ряд. Ждем вас на выставке «Меховые традиции». 24 января. Дыши. Шахтерск. 25 января. РДК «Октябрь». Углегорск. На этой неделе из-за крупной аварии на несколько часов было парализовано движение транспорта на дороге Углегорск-Шахтерск. Причина столкновения двух КАМАЗов. По официальной информации сотрудников ГИБДД, у одного из грузовиков вышло из строя тягово-сцепное устройство. На повороте прицеп отстегнулся и въехал в металлический отбойник. Водитель, следовавшего сзади грузовика, не успел затормозить. Произошло столкновение. Еще одна авария остановила движение в центре Углегорска. Скорая помощь сильно повредила Ниву. По официальной версии, водитель медицинского автомобиля стал помехой для движения Нивы. Двигался он без спецсигнала. Преимущества у него не было. Пострадавших нет. Ну а прямо сейчас смотрите погоду. А далее проект «Цветыня морей». Автор Максим Каленник расскажет историю маяка Ломанон. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи. По прогнозу ГИС Метео завтра в Углегорском районе ожидается переменная облачность. Небольшой снег днем 13, ночью 17 градусов ниже нуля. Ветер до 14 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой снег днем минус 7, ночью минус 17 градусов. Ветер умеренный. В понедельник переменная облачность, днем 13, ночью 18 градусов ниже нуля. Скорость ветра 11 метров в секунду. Во вторник облачно, небольшой снег. Днем минус 8, ночью до 20 мороза. Ветер до 14 метров. В среду пасмурно и снежно, днем минус 3, ночью минус 7 градусов. Ветер до 13 метров в секунду. В четверг облачно, со снегом, усиление ветра до 20 метров в секунду. Днем минус 9, ночью минус 12 градусов. В пятницу ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура днем 10, ночью 12 градусов мороза. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова